девчонки всем привет я вас рада приветствовать на моем канале меня зовут Таня Гориновича сегодня будет наверное такое долгожданное видео которое я вам обещала это показать свой вот этот вот комод который набит полностью косметикой на самом деле я уже жду когда я смогу всю эту косметику аккуратно разгрузить и отправить в свой салон вы все знаете те кто занасли в инстаграме что совершенно наверное я думаю осталось чуть чуть меньше месяца до момента когда я открою свой салон и я буду рада вам всем если вы сюда придете у меня будет очень много услуг не только макияж и брови поэтому я обязательно сообщу вам обязательно у меня будет история создания моего салона здесь но сейчас не об этом этот шкаф ждет когда он туда переедет я вам могу сказать честно потому что ну мне так сказать что дома в квартире да она для меня одной и все прекрасно но мне уже с ним есть немножечко становится тесно и и он хочет разгрузиться я с удовольствием отдам своим мастерам девочкам которые будут с ним работать и все этой косметикой пользоваться ну что давайте начнем с самого простого во-первых в этом шкафу у меня здесь я не готовила сразу признаюсь у меня здесь есть вот такое зеркало это обыкновенный киевский такой шкафчик я не уверена что именно он поедет ко мне в салон у нас будет скорее всего другой комод возможно он будет где-нибудь в другом месте нам необходим но тем не менее если вы хотите себе такой домой в икеа его можно купить здесь у меня на самом деле просто сейчас журнал и документы но вот тут есть очень удобная такая штучка на которой я раскладываю косметику и могу красить в зеркало это классно и удобно особенно если у вас хорошее освещение в комнате то пожалуйста прям это супер вообще интересно шкаф кстати стоил по моему порядка 7000 рублей и поверьте мне он того стоит он очень много много функциональнее и дальше я вас буду брать к себе поближе и так чтобы было видно и меня я немножечко сяду на край кресла и буду вам показывать все эти шкафчики но сейчас возможно просто обращайте внимание больше на мои руки и на содержание и так первый шкаф это шкаф кисточек здесь у меня лежит вот собрание всех 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 кисточек они у меня здесь все обязательно чистые дезинфицированные и я их потом перекладываю в свои чехлы почему я кисточки вот так вот закрываю некоторые даже новые которые лежат вот в таких вот упаковочках они будут на подарок потом обязательно конечно же кисти все перед тем как я забираю клиенту я с вечера перемываю то есть например я хочу набрать определенное количество кисточек вот я их беру перемываю дезинфицирую кладу сушиться где-то вот так вот в таком положении они у меня сушатся и затем просто напросто уже укладываю в чехол вот что тоже очень-очень важно но любом случае сюда кисти грязные не кладу никогда сюда не попадает ни одна грязная кисточка здесь только все чистые удобно то что этот шкаф закрывается и не попадает вообще совершенно никакая пыль то есть это важно не люблю открытые для чехлы для кисточек потому что мне кажется что попадает пыль поэтому мне всегда нужно чтобы мои кисти были запакованы второй шкафчик у меня не совсем относится только к косметике здесь у меня в основном вот реснички идут и немножко моих украшений но они как бы тоже скоро ждут наверное того что разъедутся кому-нибудь отдадутся просто мне нужно время чтобы все это разобрать здесь у меня всевозможные вот пучочки в основном могли потому что мне нравятся у них пучки они очень качественные и здесь вот разные есть размеры ведь уже немножко такое следующий шкаф девочки я вам скажу честно я не готовилась к этому видео поэтому я его когда открою это немножко будет для вас наверное странным но тем не менее этот шкаф одна из самых святая святых я так называю потому что здесь все что касается лица и я поверьте мне помню каждый продукт который находится в этом шкафчике вот честно здесь у меня тональники здесь у меня пудры здесь у меня румяна скульпторы хайлайтеры то есть все что касается лица базы какие-то возможно консилеры этот шкаф у меня супер полный я помню все в принципе если я хочу допустим на девочку у которой ну грубо говоря у нее там темная кожа жирная кожа то я точно помню что мне нужно отсюда быть всегда мне будет сложно это найти я буду немножко все перекладывать постоянно у меня отлетают крышечки например в этот продукт вот видите вот так вот но ничего страшного потом он не обязательно находится но здесь мне ничего не разбивается ничего не растекается ничего не рассыпается потому что я все аккуратно перекладываю и на ваш вопрос какой мне любимый продукт я несложно ответить потому что здесь мне находятся все самые-самые такие часто используемые продукты которыми я пользуюсь и тавтология часто использую но итог всему этому что я всегда например точно знаю что для определенной кожи нужно какой-то определенный продукт соответственно я не могу вам сказать что я там беру и такая только один из тела удар или одной сифорой пользуюсь постоянно есть просто те которые мне настолько нравится я их покупаю дальше то есть там вторую обязательно баночку третью пятую десятую вот следующий шкафчик это вот здесь у меня находится помимо того что содержимого такие три косметички косметичка строго с карандашами для глаз и здесь только карандашики и больше ничего это четко знаю что если мне нужен какой-то карандашик то я обязательно полезу эту косметичку и оттуда вытащу затем у меня есть вот такая косметичка в которой здесь лежат туши сейчас которые используемые не те которые запакованы и пока что есть и цветные есть и черные туши для бровей и подводки которые именно вот такие вот то есть например с кисточкой идут именно все остальное здесь вот у меня тушь синие тушь сифора черная это у меня тушь идет байком и в принципе вот такие вот косметички очень удобно это от манли я тоже брала но всегда видно также вот есть вот такая косметичка в которой лежат только исключительно помада сифора которые мои обожаемые любимые и если я хочу найти какой-то цвет я всегда лезу сюда я также вы знаете используйте помады для пострелочек для как бы румяна и для теней в общем они в принципе такие многофункциональные их тут сорок две штуки и поэтому они у меня лежат всегда для косметички и вот такая есть одна косметичка это я только кладу для себя какие-то например там зажимчики точилочку очищающее средство здесь у меня вот такой вот пинцетик здесь у меня ножнички и ватные диски ну это например если нужно что-то почистить то такая косметичка всегда с собой либо я в такую же косметичку набираю она лежит сейчас у меня в чемодане для клиентов тоже кладу все что необходимо там у меня ватные диски ватные палочки точилочка да но это все есть отдельно для клиентов и здесь в принципе здесь нужна только помады скажу честно с помадой мне сложнее то есть каждый раз когда я хочу что-то найти мне придется здесь порыскать у меня и бальзамы лежат для губ например и какие-то матовые помады и блеск и всевозможные такие которые выкручивающиеся и выдавливающиеся и тинты и для увеличения объема губ и какие-то вот такие матовые у меня тут нет деления по кастом так сказать здесь у меня просто все и в коробочках и не в коробочках когда мне нужен какой-то цвет я сижу тут прям долго рыскаю для того чтобы найти что мне интересно но в принципе я приблизительно помню все что здесь лежит но и вот эти косметички очень удобно то есть они не заминают и лежат никому не мешает но здесь у меня никогда не будет лежать то что допустим лежит вот здесь да понятно дело следующий шкафчик один из самых бардачных шкафчиков у меня это тени сейчас буду показывать все по отдельности и так тени здесь у меня не просто как бы тени да тут у меня есть еще вот такая косметичка я все хочу переложить прозрачную но переживаю потому что здесь у меня куча просто пигментов но это все я использую только в основном на съемки ну потому что как бы с такими пигментами клиенты мало работают они не любят вот видите какие-то яркие зеленые красные синие это пигменты там это нука они мне очень нравятся они супер красиво выглядят но они сыпятся из всех этих баночек поэтому вот такая косметичка будет любая какая бы она не была чистенькая даже если она вот тут у меня видите аккуратненько такая розовенькая их очень много дальше у меня тут есть сборная палетка вот такая от manly вы тоже видели у меня ну с ней очень много прямых эфиров было мне очень нравятся эти новые тени дальше есть вот такая палеточка это как-то было подарено мне даже вот такой здесь наборчик идет но я ему один раз показал прямом эфире и как таковую не пользуюсь поэтому скорее всего я его просто отдам в пользование также тут у меня идет три большие палетки от туфейсет шоколад две палетки tom ford в разных оттеночках есть палетка от сэрме вот таких цветах каким-то образом сама попала палетка manly с губами поэтому мы ее убираем здесь у меня вот такая палетка это тени вообще лимитированная коллекция h&m которые все очень хотят найти но к сожалению не находит потому что они были очень давно палетка теней от микс очень красивых цветах вот такая вот сборная палетка инглот две палетки dior одна в бежевых цветах другая вот таких более холодных оттеночках очень много палеток make up отелье это все они я недавно писала пост о том что именно с этой марки я начинала но могу вам признаться что этой марки нипочем просто все держится они не реально круто долго и поэтому у меня их тут по моему все есть практически даже сейчас одна еще лежит у меня с ней ролик снимался поэтому в другом месте вот видите сколько палеток они разные есть совершенно то есть например есть такая вот которая в ярких цветах причем все цвета очень насыщенные и не обязательно все вот так переводить но один из этих цветов всегда будет крутой в макияже есть более ну вот они немножко не повысыпались иногда перевозках там бежеветь как я любила эту палетку потому что чтобы этой стрессе надо прям вообще быть постоянно с ней вот такая в очень приятных оттенках поэтому если вам хочется мейкап вот тут уже смешанная я собирала здесь два цвета должны быть другого оттенка есть вот такая вот очень необычная в зелено коричневых цветах и по сути вот такая вот серо зеленая по сути вот такие палетки если вы покупаете они в основном во первых голубая матовые у них цвета очень мало сияющих но и вы при этом можете собирать постоянно как бы то есть какие-то допустим мы берем палетку одну более натуральную от этой марки вот эту да и добавляем к ней уже любой из пигментики какие-нибудь и получается необычный макияж поэтому такие палетки тоже очень важны также у меня есть огромное количество палеток таких же сборных от марки Монли тоже конечно же большой плюс в этих палетках есть еще вот такая палетка от кико практически не пользуемая она вылежит натуральных цветах и есть еще вот такая вот палеточка это за бани я очень часто я раньше пользовалась как бы видно что я ей часто пользовалась дальше все это у меня тени однушеньки а вот такая еще и таких еще есть по 4 цвета тоже кстати очень удобно взяли понесли и пользуйтесь о еще одна нашлась это бэнка тоже в прекрасных оттенках таких очень натуральных дальше однушка много однушек от кико вот таких у меня есть они разных цветах дальше у меня очень много есть кремовых оттенков бежевый зеленый это у меня вот такой том ford какой-то золотисто розовый вайкон розовый вайкон какой-то коричневый то есть вот эти кремовые оттенки у меня их тоже очень много здесь у меня еще присутствует пигменты вот от холика пигменты пигменты вот от арт-мейкап это или булочка создавала пигменты от маналии пигменты от инглот ну то есть как бы если в принципе открывать здесь вообще богатство невероятное я вообще люблю однушки тени потому что мне нравится что мы можем взять одну палетку теней набрать к ней разных однушек и сделать какой-то нереальный мейкап также здесь у меня еще лежат например вот такие помадки для бровей марки лукас мне очень нравится марка лукас косметикс касаемо бровей и их мне нравится для бровей краска вот и вот помадки тоже в цветах приятных также у меня есть тут помадки для бровей от марки монли это у меня база от смешбокс для теней темная она очень прикольная на ней можно делать смоки классные тоже тема есть вообще очень много лимитированных типа вот такие вот никсовские штучки есть вот такие подводки от инглот которые яркие цветные вот она голубая у меня есть коричневые розовые тоже ну то есть можно они лопаются но это ничего страшного их можно реанимировать с помощью вот таких вот штук это называется дюралайн он тоже лежит конечно же здесь чтобы сразу можно было найти цвета разные то есть у меня тут все что касается глаз и на самом деле сейчас это все чтобы сюда уложить понадобится время поэтому я обойдусь пока что без этого и надо будет руки помыть и остался у меня последний шкафчик который так сказать шкафчик неиспользуемой косметики поэтому давайте я его вам покажу так вот эта часть всего лишь того что у меня есть неиспользуемая на самом деле вот в этой кровати а точнее под ней лежит очень много непользуемой косметики которые мне присылают на тестирование я до нее еще никак не добираюсь либо добралась на попробовала чуть-чуть либо отсыпала либо отдала в общем бывает очень-очень много такого и так либо я это попробовала и поняла что мне понравилось но оставила на потом потому что у меня есть сейчас допустим крем для лица всякие там штучки штучки вот эти вот разные спреи умывалки и так далее и тому подобное там масла для волос то есть не могу же с таким количеством постоянных уходов находиться то есть это нужно просто постепенно либо то что мне понравилось я оставила на будущее чтобы в салон можно было этим пользоваться и так что у меня здесь вообще лежит вот такие элипс это у меня капсулы для волос на самом деле я ими вот пользуюсь просто у меня нету места в ванной там тоже залито здесь значит у меня вот такая мультивитаминная сыворотка be loved это я купила уже вторую это nl потому что первый у меня забрала мамочка ей понравился вторую я хочу все-таки пользоваться сама вот такой классный просто мега крутой скраб для губ он вообще супер вообще модул рок я с ним вообще часто работаю спонжик чистенький есть вот такая вот штучка доктор джарт это гель увлажняющий набор именно от марки l'occitan это у нас гель и крем по увлажнению для лица вот такие у меня два пигмента они закрыты и запакованы от make up atelier дальше что вот такая вот маска от каолин двойная пор профессионал чтобы поры сужали тушь беда за секса туфест и smashbox классный хайлайтер именно подтон у меня такой есть пользуем и поэтому смысла нет открывать эрбориан это у меня куршон для тонн для лица вот это монли классные под глаза такие вот как вот пальчики чтобы не осыпались пудра от make up atelier салфетки которые очищают кисти это у меня мэри кэй а это спрей в конце финиш спрей здесь у меня чистилка для кисточек здесь чистят кисти это от моноли это гамаж от the body shop очень классный гамаж он прям очищает все до скрипа мне очень нравится это спрей для очистки кистей это сыворотка это кокосовая маска для волос который кстати я с удовольствием использую сейчас пойду голову это салфеточки от sephora которые очищают щип от макияжа это туфест это румяна по моему насколько я помню еще один спунжик трэвел версия эрбориан этого мицелляр очки от лосьон успокаивающая антистресс маска вот тоже нанесу ее сейчас потому что это билофт это энель моя обожаемая любимая маска от эрбориан с бамбуком все вы кто меня смотрели как в прямом эфире я превосходно на силу она просто офигенная это уже вторая которая стала для салона это у нас минтвейф это у нас увлажняющий спрей для лица это бальзамчик для это масло для волос это тушь кабарем новая это ага это короче для кистей тоже спрей это make up remover это очищение это тон знаете на самом деле сейчас тоже вытаскиваю и все вижу возможно впервые то есть много чего не видела это неоксин для чувствительной кожи спрей это маленький биби и это натуральный это масло для тела с корицей так это персевит это у нас что это для волос блеск для волос так смотрим дальше еще одна тушь которая запакована это спрей для кисточек перелитий просто маленькую штучку здесь значит у нас маленький биби доктор джарт и маленький блистекс это это для губ консилер под глазки и вот такой бальзам мой любимый тоже для губ он еще новый вообще красненький цвет дает это у меня большая палетка она уже пользуемая от urban decay вайс просто она мне как-то не подходит ни туда поэтому я ее оставила для салона девочки будет мне там красить тоже пользуется это у меня какая-то косметичка и два сертификата на что-то это здесь у меня смотрите это какая-то маска для ног классно здесь у меня 100 здесь у меня масло это от вэпруф это корейцы масло которые на сухую кожу увлажняющее то есть это какая-то там тоже масочка travel версия не аксин мой любимый который я вожу с собой всегда вот это у меня хаск да у меня здесь хаск вот два шампуня два бальзама одна маска вот его я очень вытаскиваю много дальше что а дальше у меня есть вот так же серия аква от лекситан это здесь у меня идет увлажняющая эссенция а это гель для лица тоже прекрасно сухой шампунь это классная маска я и пользуюсь от вэпруф она золотая она спасла меня после обгоревшего лица это у меня вэпруф тоже oil expert это короче такая штучка для лица тоже с маслицем как бы идет как перед тоном наношу это туфейс это фиксирующий спрей это пила пенка для умывания комфорта до нее тоже скоро дойдет время это у меня вайка а это гамаж тоже для лица очищающий только вот этот простите ой вот этот чуть подсушивает а этот нет это виши это очищающее молочко для чистой кожи это вайка это палетка палетка которая ой с другой стороны как-то я вам показала не макияж но она тоже пока что мне пользуется не знаю это не потому что она плохая девочки а потому что просто много всего и здесь у меня идет три тональных кремчика от марки байка вот то есть здесь есть какой-то вельветовый биби и натуральный то есть все есть и еще один сиси от и еще какой-то сертификат на 500 рублей в принципе здесь все как бы разобрала то уже под диван вам лезть не буду здесь закончили все потом будем убирать девочки конечно не нужно иметь вам столько косметики если вы не визажист если вы визажиста я вам только советую чтобы у вас было именно столько косметики так как я понимаю что ну всегда хочется с этим совсем работать и всегда хочется попробовать я вам показала этот шкаф я надеюсь что скоро это все переедет и будет в пользовании уже других девчонок с удовольствием вообще я не жадное даю мне еще есть один чемодан вот такой вот в котором тоже лежат очень много вот таких полет и там в основном повторяющиеся продукты то есть там много именно тени и именно каких-то там истории связанных с пигментами они все повторяющиеся так получалось что у меня допустим не казалось что закончился нет я просто докупила и ладно и здесь у меня еще под кроватью не используемые вот такие баночки которые мне заложат сюда соответственно в ванной тоже очень много в шкафчик двух шкафчиков не используемых баночек которые ждут своего уже применения в моем салоне красоты и я вообще на самом деле как бы стала реже снимать youtube это просто связи с тем что я искала какое-то необычное новое вдохновение которое мне придет чтобы не просто были макияжи и решила для вас вот один проект который мне кажется вам будет очень интересен поэтому ждите в скором времени появится еще несколько видеороликов также я с удовольствием буду снимать видеоролики в своем новом салоне также снимать ролики про свой салон как только там хотя бы чуть-чуть добавится уже ремонт девчонки надеюсь вам понравилось это видео посмотрели какой кошмар все-таки творится и не всегда и всегда это хорошо но в моем случае это классно я желаю вам если вы визажистом вас было сколько и даже больше я желаю вам если вы не визажиста у вас было меньше но нужного всего поэтому пишите мне пожалуйста свои комментарии понравилось вам такое видео пишите свои отзывы и может быть что-то из того что вы видели вам очень и очень нравится вы это любите напишите тоже мне этот комментариях вот ждите скоро следующее видео я надеюсь оно будет для вас вообще вот таким потому что это немного отличающиеся от обычного пока пока